Добрый день, коллеги. Сегодня запускаем одну из первых дорог на новой территории от Киевского шоссе до Калужского, 4,5 километра. Из проселочной дороги сделана современная городская дорога с четырехполосным движением, с остановками общественного транспорта, с проездами, разворотами и так далее. И я надеюсь, что в течение месяца будет закончена такая же реконструкция трассы от Киевского до Сборовского шоссе. В этом году же предполагаем в ближайшее время выйти на реконструкцию Калужского шоссе. В целом, по новой территории предполагается в ближайшие годы сделать, реконструировать и построить заново около 170 километров дорог. Это, конечно, необходимо, учитывая тот масштаб строительства, который здесь происходит. Когда мы на Калужку выйдем? Как идет проектирование? В конце проектирования закончено, экспертиза прошла. Мы сейчас готовимся к предконкурсной процедуре. В конце июля будет уже конкурс объявлен, и в середине августа подрядчики выйдут на стройку. И какое состояние работ по развязкам на Куровском, Калужском и Ленинском проспектах? Значит, профсоюзная у нас развязка Калужская полностью запроектирована, тоже прошла экспертизу. Объявляем конкурс. Значит, по Ленинскому проспекту, пересечения Ленинского проспекта с МКАДом идем с опережением. Значит, идем на месяц с опережением графика. Значит, работы развернуты, полноценные, одно из самых узких мест. Дальше по Боровскому шоссе идем также с опережением почти на две недели. То есть все работы идут, полноценные, развернуты, никаких вопросов нет. Когда Боровское шоссе развязка будет? К концу этого года. К концу этого года основной ход запускает. Надо иметь в виду связку этой дороги с метро Соларио, которая будет запущена в следующем году, чтобы по этой дороге, может быть, обязательно обеспечен подъезд к метро. И реконструкцию той дороги, которую вы ведете от Киевки до Боровска, чтобы дорога стыковалась с транспортно-пересадочным узлом в районе Рассказы. Да, Сергей Семенович, так и планируется. У нас эта дорога будет первоочередной работать на ТПУ Соларио, станции метрополитена. До нее отсюда буквально 800 метров. Значит, та часть дороги, которую мы Боровское, Киевское шоссе, это будет один из участков трассы Солнцево-Бутово-Видное. То есть у нас фактически ТПУ Соларио будет обеспечено двумя подъездами. С этой стороны и с правой стороны еще связка будет непосредственно к метро. И данная дорога обеспечит подъезд до Хованского. Да, здесь напряженное движение, особенно выходные. Автобусный маршрут идет с периодичностью 3-4 минуты. И, конечно, давно уже необходима была нормальная дорога, вне зависимости даже от развития этого района. Мы построили 15 остановочных платформ. Если раньше была одна полоса, и когда автобус останавливался, он фактически держал всю полосу. Сегодня у нас 15 полноценных карманов. Значит, все обустроенные остановочные платформы. Везде сделаны пешеходные дорожки. У нас не было пешеходных дорожек. На всем протяжении сделаны пешеходные. Поэтому люди могут пешком пройти. Сделано полностью освещение. То есть люди могут видеть полностью новое освещение. Освещение по энергосберегающим технологиям сделал новые примененные технологии. И 41 съезд, выезд на эту дорогу. Раньше, потому что, получается, съезда не было. Все, как попало, кто куда съезжал, и все время здесь пошла и пробка. По сути, это полноценный дублер МКАД еще получился. Да, это полноценный. Как дела? Нормально. Запустили дорогу новую. Вы давно здесь ездите? Да, постоянно практически. Раньше здесь была не дорога, а практически направление. Ну да, две полосы была. Дорога вся разбитая была. Еще такое интенсивное движение. Достаточно сложно было двигаться. Сейчас современная дорога. Современная автострада. Да. Ну ладно, успехов вам. Всего вам добра. Продолжение следует...